У вас заинтересовал так называемый голод, я его считаю в кавычках, на какой-то кислой воде, допустим, на лимонном соке. Оказывается, вообще-то есть лечение лимонами, и я сейчас его зачитаю. Для этого я использую собственную книгу «Золотые правила питания», в которой как раз имеется информация о использовании в лечении лимонов. Небольшая предварительная информация. Смотрите, лимон, кислый вкус, действие согревает, что стимулирует? Стимулирует пищеварение, уменьшает ветер, то есть уменьшает сухость и холод в организме, увеличивает желчь и слизь. Итак, многие из вас интересовались голоданием на лимонах. Так вот, я как раз сейчас вам, воспользуясь своей книгой «Золотые правила питания», расскажу о лимонах, как их лучше использовать. И в связи с этим можно использовать и другие кислые продукты. Но мы с вами остановимся на лимонах. Итак, начинаем. Лимон. Лучшим видом является желтый и крупный плод. Вкус. Сладкий, кислый. Свойства. Сладкий лимон обладает горячими и сухими. Кислый, горячим в первой степени и влажным. Действие на жизненные принципы. Сладкий прекращает выделение желтой желчи и помогает при опьянении, подавляет желчь. А кислый лимон выводит веснушки. Он помогает при избытке желтой желчи и прекращает ее выделение. Лимон укрепляет желудок и способствует перевариванию пищи, то есть стимулирует желчь. Его корка согревает желудок и печень, выводит ветры из тела и помогает при болезнях слизистой природы. Выводит мелких и крупных листов из живота. Его запах помогает при отравлении ядами. Вредное действие лимона устраняет сахар и мед. Это рекомендации древних целителей, которые вот так вот относились к лимону и рекомендовали его использование. Далее. Кислый вкус лимону придает лимонная кислота. Это уже современная рекомендация. Количество которой составляет от 5 до 6 процентов. Содержится в лимоне витамин С 40 мг процентов, соли калия, важные соли, а также небольшое количество солей кальция, фосфора, каротина, витамин В1, В2, 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 В2. Специфический аромат лимона обусловлен эфирными маслами, большая часть которых сосредоточена в наружном корковом слое. Потому что наружный корковый слой как раз защищает лимон от разного рода воздействия грибков, плесневых, бактерий. Поэтому корочку, корочку вот используйте, с чайком заваривайте для того, чтобы вот этих всех микропаразитов погонять. Хранить лимоны следует в холодильном шкафу в камере для фруктов при температуре 5-10 градусов Цельсия. В кулинарии используют лимоны, нарезанные ломтиками, лимонный сок и лимонную цедру. То есть все, даже используют и семена, но это особый вид семена. Лимонный сок. Вот как раз мы все хотим поголодать почему-то так в кавычках на лимонном соке. Лечение лимонным соком сводится к тому, чтобы стимулировать жизненный принцип желчи и вывести из организма мочевую кислоту, которая имеется. Для лечебных целей лучше всего подходят тонкокожие плоды, содержащие большое количество сока, нежели плоды толстокожие. А вот толстокожие плоды как раз за счет наличия в них большего количества эфирных масел, лучше использовать для того, чтобы делать из них чайки, настои. И главное делать в термосе, чтобы это все не испарялось, не уходило. И принимать для того, чтобы как раз пролечить вот эти все желудочно-кишечные заболевания, которые возникают от вредных бактерий. При этом надо помнить, что свежий лимонный сок очень быстро окисляется под влиянием воздуха и света. Поэтому необходимо принять за правило для каждого отдельного приема выжимать свежий сок. Сами лимоны можно заготовлять заранее, так как для курса лимонного лечения необходимо много плодов. Мы об этом поговорим о курсе лимонного лечения. Для выжимания сока из лимона лучше всего применять электросоковыжималку. Я бы не сказал, вот знаете, я тоже здесь сделал, как бы сказать, ошибочку. Да, можно электросоковыжималку и возможно, возможно даже целиком его перемалывать, чтобы и с цедрой он был. То есть там будет и сок лимона, и там будет и вот это вот, знаете, то, что имеется в цедре, эти, то есть эфирные масла. И такой сок, он будет еще, знаете, более ядреный и лучше действовать. Вот, а так его можно просто-напросто выжимать. Вот я его выжимал вот так вот руками. Ну, так, лимонный сок на многих действует неприятно, особенно на лиц с выраженной желчной конституцией, на таких, как я. Сразу оскома, эмаль съедается и набивает оскому, поэтому лучше всего тянуть его через соломинку, что устраняет разного рода неприятные явления, такие как рассасывание эмали на зубах. Практика показала, что правильно принятый лимонный сок, как отдельный прием пищи или до еды, вот эти особенности, и влияют на то, поможет ли вам лимонный сок или не поможет. Потому что если его после еды, будет не то, что хотелось бы, может наоборот испортить пищеварение. Итак, практика показала, что правильно принятый лимонный сок действует на пищеварительный тракт благотворно, и не было случая заболевания желудка от лимонного сока. При лечении лимонный сок нужно пить в чистом виде без сахара, при месе воды и вообще каких бы то ни было сдабривающих вкус средств. Принимать лимонный сок лучше всего за полчаса до еды. То есть приняли, он прошел, сделал свои дела и даже, как бы сказать, активировал железы, пищеварительные железы, что естественно улучшит переваривание пищи после него. И он естественно уйдет, он не будет мешаться, но подействует как активатор. Что касается количества сока, необходимого для лечения, то это всецело зависит от вида болезни и ее запущенности. Обыкновенно для лечения запущенных и хронических болезней, мы сейчас потом, если я не забуду, вернемся о том, на какие хронические болезни будут влиять. Значит, обыкновенно для лечения запущенных и хронических болезней необходимо около 200 лимонов и ни в коем случае не меньше. Начинают обыкновенно с 5 лимонов, 5 лимонов. И затем с каждым днем, то есть постепенно, количество увеличивается, пока не достигнет 20-25 лимонов в день. Далее, несколько дней необходимо держаться на этой дозе, а потом постепенно уменьшить ее до первоначального количества, то есть 5 лимонов, на чем и заканчивается лечение. В количестве примера я приведу образец дозировки лимонного сока при лечении хронических болезней. Первый день 5 лимонов, это 1 стакан, второй день 10 лимонов, 2 стакана, третий 15, 3, четвертый 24, пятый 25, 5, шестой 25, 5, седьмой 25, 5, восьмой 25, 5 стаканов, Девятый 20 лимонов, 4 стакана, десятый 15 лимонов, 3 стакана, одиннадцатый 10, 2, и, наконец-таки, двенадцатый день 5 лимонов, 1 стакан. То есть курс 12 дней, 12. На первый взгляд, такое количество лимонного сока может показаться колоссальным, в особенности человеку, не имевшего случая ознакомиться с действием лимонного сока. На самом деле, громадное большинство людей свободно проходили курс лечения, и только немногим он может стать обременительным. Но, тем не менее, бывает, да? Значит, внимательно еще разок прослушайте, о чем я вам говорил, чтобы лимонный сок подействовал вот так, как вы хотели. Для этого он должен быть чистым, он должен приниматься через трубочку, он должен приниматься за 30 минут до еды, чтобы вы понимали. А то начинается мешанина, а потом, о, он там не подействовал или еще как-то. И плюс, чтобы у вас, конечно, конституция не была желчи. Вот смотрите, вы начинаете принимать лимонный сок, вроде бы нормально, потом дозировка подошла, и у вас через какое-то время, допустим, возникает изжога. Вот если возникает изжога, это говорит о том, что надо сразу же отказаться от этого курса, потому что у вас индивидуальная конституция желчи, и именно вот эту вот желчь, чрезмерное ее количество, провоцирует употребление лимонного сока. То есть это все-таки, грубо говоря, лечение и так далее, не для вашей индивидуальной конституции. В основном у тех, кто имеет перевозбужденный жизненный принцип желчи. Я подчеркну, нужно заметить, что высшее количество лимонов 25, показанное в нашей таблице, далеко не является предельным количеством. Цифру-то можно увеличить, а равно и продолжать сам курс лечения, если на середине его не будет чувствоваться облегчение. И в то же время не будет чувствоваться облегчение, вы увеличиваете. И вы не чувствуете вот того, что я вам сказал. А первым делом о перевозбуждении жизненного принципа желчи, это говорит и сжога, и другие какие-то неприятные явления. Чтобы вы, так сказать, не усугубляли лимонного сока, вот эти вот заболевания, которые там у вас хронически имеются. Так, в случае, если под влиянием обильного ввода в желудок лимонной кислоты будут замечены какие-либо ненормальности в деятельности кишечника, в основном желудка, даже не кишечника, то следует на время прекратить лечение, чтобы дать пищеварительной системе возможность привыкнуть к лимонному соку. Но попробуйте и так. Авторы этой методики утверждают на основании опыта, а вот у них опыт может быть положительным из-за того, что у них конституция подходит для этого. У них возраст подходит для этого. То есть, это конституция не желчи, важно понимать, и возраст не от, допустим, 25 до примерно 45 лет. И возраст не этот. Так, значит, авторы этой методики утверждают на основании опыта, что желудку не грозит никакой опасности, и, возможно, легкие расстройства его всецело зависят от непривычки к большим дозам кислот. Но в то же время фриктовые кислоты, я вам уже указал, лично у меня сразу же съедят эмаль на зубах. А вот что касается, допустим, если у вас какая-то там подагра, отложение солей, надо растворить там, допустим, какие-то камушки, которые имеются в желчном пузыре, и особенно в мочевом там пузыре, в почках, то вот это как раз пойдет. Значит, явление это быстро приходящее и беспокоиться о нем не следует. Описанный способ лечения лимонным соком несколько видоизменяется в зависимости от болезни и ее запущенности. Так, лечение подагры и ревматизма должно быть подразделено до два периода. Первый – это лечение во время приступа болезни, где все направлено на уничтожение симптомов болезни. И второй – это восстановление нормального состава крови. Но кислый вкус, он способствует еще усилению всех процессов в организме, процессов обмена веществ, процессов превращения одних веществ в другие. Кислый вкус и его энергетика. Во время обострения болезни, что означает нормальный оздоровительный кризис? Так, следует применять смягчающие кризисмеры, а именно полный покой, обертывание пораженных мест влажной шерстяной или хлопчатой бумажной тканью, равномерная температура помещения. Когда приступ болезни затихнет и пройдет, то можно приступать к лечению лимонным соком. Смотрите, это как раз касается растворения солей, растворения этих самых камней, которые там… Вот здесь кризис приветствуется. То есть вы начали применять для того, чтобы избавиться от отложений солей в суставах, от подагры, начали от камней в почках, в мочевом пузыре, в желчном пузыре. Вот это – да. Если будет кризис – да. Если же у вас возникнет изжога, то есть неприятное ощущение в желудочно-кишечном тракте, именно подчеркиваю, в желудочно-кишечном тракте, вот тут лучше сократить или на время все это дело отставить. Итак, когда приступ болезни затихнет и пройдет, можно приступать к лечению лимонным соком. Во время лечения следует вести умеренный двигательный режим, поддерживаться правильное питание и избегать всего того, что может отрицательно повлиять на ход болезни. Тоже можно сказать о лечении желчных и почечных камней. То есть, когда болезнь проявила себя, то все внимание должно быть обращено главным образом на успокоение приступа боли, а затем уже применять лечение лимонным соком. И вот как раз мы подошли к тому. При рассасывании желчных и мочевых камней лимонным соком следует курс лечения пройти без малейших отступлений от предписаний. Лимонный сок является лучшим средством против указанных камней. Лечение лимонным соком связано с правильным питанием. Еда два раза в день, состоящая из салатов и цельных каш. И горячими процедурами, влажная парна, горячие ванны. Горячие ванны особенно показаны тогда, когда начинается приступ колики печеночной, приступ колики почечной. Это говорит о том, что камни начинают выходить. И для того, чтобы они выходили без особых болей, важно сесть в ванну по пояс, так, чтобы у вас сердце не было закрыто. И желательно в это время принять еще в таблеточке две ножпы, которая расширит вашу гладкую мускулатуру вот этих протоков и расслабит ее, чтобы если камушки прошли без всяких затруднений. И горячими процедурами, которые дают замечательные результаты. Уже через несколько дней наблюдается усиленная деятельность почек. То есть, по каким параметрам вы будете ориентироваться, что с вами происходит. Моча делается темного цвета и дает осадок кирпичного цвета, состоящий из мочекислых солей. С применением прогревающих организм процедур этот процесс ускорится и усилится. И тут еще желательно, типа, что-то, естественно, мочегонное бы еще попить. Ну, хотя бы трава с парыж, там, полевого хвоща. Но это как отдельный прием. Так, в начале лечения количество осадков бывает обыкновенно велико, но к концу уменьшается. То есть, это как раз говорит о том процесс, как идет. Сначала вот они начали растворяться. Это хорошо. Далее, вы смотрите, все меньше и меньше, значит, пора и заканчивать, когда все это прекращается. Это является неоспоримым доказательством того, что организм под влиянием лимонного сока. Важно понять, что в лимонном соке, помимо того, что содержится лимонная кислота, в ней содержится ряд еще других природных веществ, которые влияют на это. А не то, что вы думаете, сейчас я лимонную кислоту растворю в воде теплой и буду принимать. Запомните это. Под влиянием лимонного сока усиленно окисляет и выводит вон мочевую кислоту. В конце лечения моча принимает свой естественный янтарный цвет. Осадки не замечаются, и моча остается прозрачной даже после долгого стояния. Лимонный сок прекрасно наружное средство. Он является прекрасным дезинфицирующим и укрепляющим кожу. Ее нормальное кислотное средство. Кислотность нашей кожи, как правило, кисло защищается. И когда, если она нарушается, то, естественно, возникает различная рода ее поражения. И когда мы смазываем лимонным соком, это как раз добавляет защитных свойств кожи. Опыты доказали, что бактерии погибают от самого незначительного раствора лимонной кислоты. Один к двухстам. Поэтому рекомендуется при дифтерите полоскать горло лимонным соком. Вроде бы хорошо лимонным соком, но опять-таки, смотрите, реакция на то, что лимонный сок начинает как-то не так действовать, это будет оскома, то есть вы почувствуете, что неприятно зубам становится от этих полосканий. А тем более, если все это человек упорствует, эмаль может слезть, и зубы почернеют. Для полоскания зубов, у кого нет оскомы, слабой эмали, лимонный сок полезно прибавлять к воде. Многие утверждают, что такие полоскания прекращали у них зубную боль, которой они до этого страдали. Хорошие результаты дают применение лимона, как средство против перхоти и выпадения волос. Для этого следует натирать кожу на голове кусочком лимона. После нескольких таких процедур прекращается неприятный зуб, и в скором времени пропадает перхоть, а вместе с ним прекращается выпадение волос. При потении ног лимонный сок дает прекрасные результаты. При желании устанить это неприятное явление следует вечером. Перед отходом ко сну промывать пальцы ног теплой водой и затем натирать их кусочком лимона. Днем между пальцами необходимо держать тонкий слой впитывающей ваты. Через несколько дней лечения ноги перестанут излишне потеть. Было много вопросов насчет того, как нормализовать потоотделение ног, чтобы они там не пахли и так далее. Вот средство. Лимонный сок можно применять как косметическое средство. Он смягчает кожу рук и лица, делает ногти красивыми и блестячими. Для уничтожения мозоли достаточно на ночь положить кусочек лимона на мозоль, закрепить с помощью бинта или липкого пластыря, и на утро они станут настолько мягкими, что долине их не составит особо труда. Таким же путем можно избавиться от бородавок. Я бы, знаете, так создал, вот вырезать вместе с кожурой, то есть вырезается, грубо говоря, с кожурой, но кружочек, допустим, диаметром в сантиметр кружочек, кожура, и здесь, значит, у нас и с другой стороны мякоть лимона, и вот этой мякотью лимона только раз, и зафиксировать лейкопластом. Это, я думаю, будет еще более лучше. При веснушках рекомендуется внутреннее употребление лимонного сока, но не наружное. Применение лимонного сока дает блестящие результаты в различных случаях заболеваниях. Цедра – это тонко срезанная кожура лимона. Ее тонко шинкуют и добавляют в блюдо. Можно заготовить цедру и упрок. Для этого после шинкования ее высушивают на воздухе, и складывают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Лимонную цедру используют в салатах, свекольных и шпинатных супах, как холодных, так и горячих, борщах. Горячие супы ее вводят за полминуты до готовности или сразу после приготовления, и 3-5 минут дают им настояться. Особый вкус придает цедра студням, мясным и рыбным рулетам, фаршированной рыбе. Цедра используется в сладких блюдах, в тесте. Лимонную кислоту получают из растительного сырья, лимонов, листьев махорки, о, интересно, или при сбраживании сахара с помощью плесневого гриба. Лимонная кислота гигроскопична, поэтому ее следует хранить в сухом помещении плотно закрытой посуде. Перед употреблением ее лучше растворить в горячей воде. Лимонную кислоту используют в салатах, фруктовых, соусах, а также в сладких блюдах и тесте. Она способствует лучшему набуханию белков и повышению эластичности клейковины теста. Норма закладки в блюда 0,005 грамма. Кстати, вот интересный антистрессовый препарат по Сурену Аваковичу Аракелян. Вы можете его приготовить. Он повышает защитные силы. Антистрессовый препарат, особо пищевая добавка, приготовляется на основе лимона, благотворно влияет на организм, особенно во время голодания. Кстати, он как раз Сурен Аваковичу рекомендовал вот этот антистрессовый препарат на основе этого лимона во время голодания. Так, вот рецепт. На 1 килограмм веса тела берется 0,01 грамма пищевой лимонной соды, 0,01 миллиграмм настоя мяты, 2 грамма натурального мёда и 2 миллилитра воды. Это норма на 6 дней. Если вы весите, к примеру, 80 килограмм и голодаете 3 дня, берете, соответственно, 0,4 грамма лимонной кислоты, 0,4 миллилитра настоя мяты, 80 грамм мёда и 80 миллилитров воды. Разделите это на 3 части и принимайте по одному разу в день. Физиологическая роль каждого составляющего компонента следующая. Лимонная кислота – единственная из кислот, соединяющиеся в организме с кальцием. Лимонно-кислый кальций – уникальная, жизненно важная соль с щелочными свойствами. При её растворении высвобождаются фосфор и кальций, накапливающиеся в костяных депо. При обычном питании примерно 60% кальция и фосфора жизненно необходимых веществ проходит через организм транзитом. Ещё одно характерное свойство лимонной кислоты – она тот результат, который приводит в процесс переваривания пищи. Соединяясь с АТФ, адресин-трифосфорной кислотой, эта кислота горит, высвобождая энергию. Войдя в организм сразу лимонную кислоту, мы сокращаем её работу и делаем питание высокоэффективным. Так что, строго говоря, если вы пьёте раствор мёда с лимонной кислотой, ни о каком голодании речь уже не идёт. Вы получаете отличное питание, при этом освобождая себя от переработки пищи. То есть, вы не запустите тех механизмов, которые должны развернуться на голодании. Но, тем не менее, вы как-то там повлияете. Лимонная кислота, соединяясь с аминами, образует аминно-лимонную кислоту с отрицательным электрическим зарядом. А из 21 незаменимых аминокислот только 3 заряжены отрицательно. В этом особая ценность для организма аминолимонной кислоты. Если вы не найдёте лимонной кислоты, можете воспользоваться лимоном. Отжатый из плодов сок содержит 10% лимонной кислоты. То есть, при расчёте на 6 дней и 1 кг веса вам потребуется 0,1 мл лимонного сока. Соединение мёда с лимоном – хорошо известно целебное народное средство. Воду лучше применять талу, эффект будет более выражен. Мята – интересное растение. Благодаря своим вкусовым особенностям, она стимулирует жизненный принцип ветра. Мята – душистая, дух. В итоге получается такая картина. Мёд стимулирует жизненный принцип слизи, крепость организма. Лимонная кислота – желчи. То есть, чтобы там процессы шли хорошо, именно превращение веществ. А мята – скорость этих процессов. Важно понимать. То есть, этот продукт уравновешивает и уравнивает все 3 жизненных принципа. Отсюда и его целебный эффект. То есть, мы, получается, используя этот препарат антистрессовый по Аракеляну, не столько голодаем, как просто-напросто балансируем жизненные принципы, приводя их в нормальное, наиболее, лучшее для нас состояние. Так, Аракелян советует добавлять в воду немного соды. Из расчёта 1 грамм на 3 литра. Сода с лимонной кислотой. Всем хорошо известная шипучка. Она обильно выделяет углекислый газ, который тоже нам необходим. Помимо голодания, эту добавку антистрессовый препарат можно употреблять и в обычные дни по 30 граммов в день. Особенно сейчас, для укрепления своего организма. В этом случае можно не делать перерасчёта на собственный вес, а просто берётся сок трёх лимонов или чайная ложка лимонной кислоты, 250 грамм натурального мёда, чайная ложка настоя мяты перечной, она продаётся в аптеке. И ко всему этому добавляется 1 литр талой воды. Вот такая вот информация о лимоне, которую вы можете использовать.